Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? Такой вопрос мне прислала графиня Риу в твиттере. Конечно, это очень интересный вопрос. Я бы его разбил даже на два вопроса. Наверное, она имела в виду, как я отношусь к сексуальным меньшинствам и как я к ним... В смысле, одобряю я их или не одобряю? Какие чувства я испытываю к разным сексуальным меньшинствам? И как я сам отношусь к ним? То есть, отношусь ли я к каким-либо из них? Отвечу сразу на второй вопрос. Наверное, не знаю, не отношусь. Если можно отнести к сексуальным меньшинствам воздержание, то, наверное, отношусь. Но не знаю, насколько это осуждается обществом. Наверное, это должно осуждаться. Ну, а теперь отвечу на первый вопрос. Одобряю я или не одобряю? Ну, во-первых, они существуют. И они существуют всегда. Существовали всегда. Их примерно 3-4% во всех обществах человеческих. Они, кстати, есть и у животных. Такие меньшинства. А вообще у животных такое многообразие формы жизни. У них там даже есть что-то и сразу двоеполые, и там что-то такое изменяющее пол. Все что угодно там у них есть. То, что нам вообще сложно даже понять, перенести на человеческое восприятие, даже невозможно, наверное. Да, человек на все смотрит через призму двух полов. Сильный пол и слабый пол. Я бы не сказал, что мужской, женский. Но эмбрион возникает, когда он зарождается, он женского пола. То есть до определенной стадии, там что-то довольно-таки уже, по-моему, 4-х что ли недель, у него там, у эмбрионов нет разницы в поле. Потом включается дифференциация. У одних там мужские хромосомы, у других женские. И вот мужские хромосомы запускают изменения. То есть изначально все мы зачаты как эмбрионы. А потом мы дифференцировались одни в мальчиков, другие в девочек. И в зависимости от активности такой дифференциации, там она имеет сложный характер и гормональный, мне трудно судить, я не специалист, но тем не менее, вот в этой шкале мужчина-женщина крайних точек очень мало. Людей, которые относятся к крайним точкам, их очень мало. Ну это такие мужики-мачо, их называют обычно, да? Ну, а женщин, это такие с нежным голоском, такие очень нежные женщины. Очень хорошие, очень такие, мне нравятся такие женственные женщины. А в середине шкалы так называемые андрогены, которые, допустим, мужчина-андроген или андроген, он может быть мужчиной в полном смысле этого слова, но тем не менее, очень женственным. То есть лицо женское там, ну и телосложение хрупкое. И женщина тоже может быть женщиной как женщина, да? Вот, вся внутри. А вот внешне она может больше, то есть походить на мужчину, такое мужиковатая. Вот такие андрогены. А есть, ну это, что относится... А есть вообще разнообразие большое. То есть, допустим, человек полностью, он мужик полностью, а вот мозги у него женские. То есть мачо такой, с женскими мозгами. Может и такой быть вариант. Ну, нужно понимать, как сказал товарищ Путин, что семья это мужчина и женщина. Он что-то имел в виду. И ведь молодец, он правильно, он на правильном пути был, но он, так сказать, немножко вне контекста. Там он хотел в Конституции там предложить, чтобы прописали это. А Латынина, например, она вот спросила, а как же будет, если мужчины в семье нет, то есть уже внуки и бабушка, а что это не семья? Это, конечно, тоже семья. Но это уже другую, немножко расширенное понятие семьи. Это так называемый род. Вот род. То есть вот двое, мужчина и женщина, они создают род. И от них идут уже дети, внуки, правнуки. Это такое дерево, кому известна генеалогия. Это дерево рода. И здесь нужно понимать, что люди, они образуют своего рода ткань. Кто видел ткань, он понимает, что это такие как бы клеточки, ряды. То есть что-то, нечто одинаковое. Ткань. Вот у нас ткань из человека, вот плоть, тоже ткань. Она состоит из клеток. Вот это нечто такое однообразное, состоящее из одинаковых элементов. И они все переплетаются, они все взаимосвязаны. И эта ткань в своей среде, она и отмирает, и заново обновляется, зарождается в ней новое. И таким образом она как бы бродит, так вот живет. Живая ткань. И вот, ну, у меня мало, конечно, таких наработанных, ну, таких аллегорий, или абстракции, ассоциации. Но вот я ассоциирую, допустим, ну, такое нечто сложное вот с часами. Вот в часах все шестеренки, они строго подогнаны друг под друга. И часы ходят. Очень есть сложные часы, стоят миллионы долларов, очень точные. Вот и часы ходят, идут. Если одна, хотя бы одна шестеренка в них будет неправильная, ну, у нее не будет хватать, допустим, одного зубца, а нам часы будут ходить, но они будут немножко заедать. Если будет не хватать двух зубцов, они будут так еле-еле уже ходить, наверное, уже. А трех-четырех, наверное, не остановятся, наверное, вообще. То есть рот прервется. Вот две шкалы, мужчина и женщина. Это уже уяснили. А вот есть еще две шкалы. Это вот... Человечество меняется. Человек не так быстро меняется, как надстройка над ними, над людьми. То есть как общество. То есть сами люди, как элементы общества, они более инерционны. То есть генетика у нас медленнее меняется, чем общество. Допустим, общество всего лишь 200-300 лет назад, разве были бы вообще такие демократии какие-то? Ну, может быть, какие-то и были. За исключениями. Вот. Ну, это, наверное, естественно. А, кстати, у нас, вот в наших организмах, в геноме, есть очень-очень древние элементы, которые... Рудименты. У людей есть рудименты, которые остались когда-то миллионы лет назад нам были нужны, а сейчас они нам не нужны. Но в некоторых видах они как бы встречаются. Вот. То есть быстрее всего изменяется то, что менее, менее как бы, менее физическое. Вот. То есть в людях меняется менталитет. Сейчас люди совершенно другие. Если... Я был в лесу под Нанси 40 дней. Ну, там меня вынудили. Французы издевались. Я ушел умирать. Ну, не умер, вернулся. И вот я там был совершенно один. И две недели вообще ничего не ел. Две недели начал есть траву, когда она появилась. Это было ранее весной. И когда я вернулся в Страсбург, я окунулся в эту людскую толпу. И вот сижу в трамвае и смотрю, люди суетливы до невозможности. Они движутся быстро, быстро. Говорят другом очень быстро, бестолково. И все бегают, бегают, бегают. Вот такое было впечатление. Удивительное впечатление. А потом оно пропало, потому что ну, примелькалось все. Привыклось. То есть мы сейчас такие люди. Если меня сейчас лет на 200 назад забросить, то меня посчитают очень нервным, очень больным практически. То есть мне понадобилось большое время, чтобы стать таким же, может быть, медлительным, таким же малоосведомленным. А потом если бы из прошлого сюда человека к нам прислали, то этот человек бы нам показался его поведение показалось бы странным. И вот для очень важно понимать, опять же, что люди, это кто такие люди? Люди, это просто жизнь с большой буквы. Это вот в общем, в целом, это жизнь. Наверное, умные люди понимают, что вот мы это вершина пирамиды, а основание пирамиды это даже микробы, микробы, бактерии, сине-зеленые водоросли и так далее. Весь этот животный мир, который нам дает. Мы взобрались на нашу цивилизационную благодаря этой пирамиде. Мы на ней стоим и мы ее обрушаем под собой. И вот это называется жизнь с большой буквы, когда ты понимаешь, что ты в комплексе со всем этим. И люди тоже, они в комплексе. Люди не могут жить сами по себе. И даже чисто психически, ментально, человек, я не живу сам по себе. Я помогаю многодетной семье, я как бы играю роль какую-то, роль дедушки, кого угодно, дяди, но это активизирует меня и делает меня нормальным. Деваться некуда. Многие люди заводят кошек, собачек, и это тоже их нормализует. Может быть, у них нету финансовых возможностей завести человеческого ребенка, усыновителя, удочерить. И вот эта ткань человеческая, она состоит из клеток. Если упрощенный взгляд, то это мама, папа, дети. Но если более сложный взгляд, то это еще и бабушка, дедушка, это еще там связи и вертикальные по поколениям, и горизонтальные по двоюродным, троюродным и так далее. И многосферные, то есть друзья, официальная власть. То есть очень сложно. И вот есть еще такая шкала, я к чему веду. Возьмем чеченцев хотя бы, потому что они мне, ну как, тут много их, я помогаю чеченской многодетной семье. У них очень как бы строгие такие порядки, как бы старых традиций, которые у русских были, тоже были, но были очень давно. А почему? Почему они так нетерпимо относятся к геям, например? Ну вот есть такие публикации в интернете, что якобы геев изничтожают в Чечне. Ну я не думаю, что там прям тотально их изничтожают. Я думаю, что там, конечно же, ну деньги вымогают. Ну то есть почему, если человек гей, то это такое вот, как бы, ну, гонимый. Почему он гонимый должен быть там в Чечне, да и почему они вот нетерпимо относятся. А представьте, да, что Чечня, это раньше был горный народ, да, сейчас более, больше на равнине, нет, но порядки пока остались прежние, они инерционные. Раньше, в старое время, вот я сейчас живу в лесу, это моя, как бы, квартира, да, мне нужно ее защищать. Если это хорошее место, у меня его кто-нибудь захотел бы отобрать, другой какой-нибудь род. И вот поэтому мне нужно иметь побольше своих, так сказать, людей. Если бы было много детей, то у меня было бы свое войско, мини-войско, племя, или как там раньше жили. Вот, ну, если взять отдельную семью, то очень большой интерес в том, чтобы было как можно побольше детей, потому что дети раньше дохли очень, как мухи, очень, до 15 лет доживала только половина, это в лучшем случае всего 300 лет назад. А так вообще, вот у меня бабушка выжила одна среди 10 своих братьев и сестер. Одна. То есть 10% всего. Поэтому, если ты не народишь 10 детей, то у тебя вообще не будет продолжения рода. То есть исчезнешь с лица земли и все. Поэтому 10, 15, 20 нужно. Для этого как гей может зачать создать? То есть, ну, это невозможно. Геев отвращение к женщинам, и вообще они не лежат, они же, к этому у них не лежит душа, так сказать. А вот, что у лезби, что у геев. Поэтому, поэтому у них и такая нетерпимость, такая подсознательная. Но в современных, ну, как в современных обществах, мы все современные, чеченцы, европейцы, все современные. Но я бы сказал, в обществах нового порядка, нового, да, есть такая возможность человеку, то есть, люди живут, ну, понятие рода разрушается. То есть, ну, вот в США, тебе 18 лет, ну, все, все, до свидания, иди сам там, где-то живи, все. То есть, ну, как-то вот так построено общество. А в Италии, например, маминкины сыночки там живут, значит, мамочка до 40 лет слушается мамочку, ну, тоже по-разному немножечко. В современных обществах женщина может вообще отказаться от официального мужа, и жить в гражданском браке, и разбежаться, жить с другим, с третьим, с десятом. Один ребенок от одного, другой от другого. Ей все дает не муж, не тяжелая физическая работа, как раньше. Надо было с утра до вечера работать. А ей дает ее профессия современная, ей дает интенсификация труда, высокая цивилизация, техническая цивилизация, я не скажу, что это прям таки цивилизация духовная, не, не. Вот, это немножко разные вещи. То есть, как элемент человек, он очень, так сказать, не меняется, он очень стабильный, но его можно зарядить любым менталитетом. Если бы я родился среди чеченцев, я бы был как чеченец, у меня были совершенно другие воззрения. Если бы я родился в семье каких-то там американцев, у меня были бы совершенно другие поведения и менталитет, хотя я бы физически, генетически был тот же самый. И так в современном мире, вот в Европе, где-то в других странах, у которых высокая техническая цивилизация, у них просто есть возможность сохранять жизнь, сохранять продление рода, так сказать, очень важное, без, так сказать, без обязывания делать это каждому члену этого общества. Кстати, сейчас очень большая проблема у них с продолжением рода, поэтому те, которые приезжают в Европу, те же самые чеченцы, моя многодетная семья, шесть детей, я им говорю, давайте не останавливайтесь, давайте, у вас хорошо получается и дальше делайте, ничего страшного. Вот, и они очень хорошо детей воспитывают, и дети, прихожу, сидят, смотрят сериал турецкий, и там все об этом же, все об этом же, о семье, о взаимоотношениях, о детях, ну и так далее. То есть, у них интересы вот такие, а у французских детей интересы другие, не семья, а что-то там боль такую, может быть, наркота, может быть, что-то такое. и так, мне кажется, я ответил на этот вопрос. Ну, а как я могу относиться, как сказать, если это природное явление, если это существует независимо от меня, и как это можно осуждать, не осуждать, тут дождь пошел, как-то, что буду осуждать дождь, он полезен для природы. Кстати, и почему существуют эти вот, так сказать, прослойки общества, да, геи там и лесбиянки, и ведь же, есть же культура, так сказать, вот этих всех меньшинств. То есть, есть люди известные, которые были, относились к этим сексуальным меньшинствам, чайковские, македонские, там, да много даже, и не берусь перечислять. Их же 3-4 процента, и, кстати, кстати, еще больше процент в среде высокоинтеллектуальных людей, потому что отношение к сексуальным меньшинствам, оно, по неволе делает человека более умным, потому что ему нужно скрывать это, ему нужно осознавать вот это свое, так сказать, особое положение, в обществе. Ну, то есть, как сказать, правы все, я бы сказал. Я бы только, как говорит Венедиктов, будем наблюдать. Я просто наблюдаю за природой. Я не осуждаю ничего. Как можно осуждать, если это природное явление? То есть, с одной стороны, прав, Кадыров, Кадыров, с другой стороны, правы тех, кто считает, что это хорошо там, ну, но лично для меня, ну, есть, конечно, у меня свое мнение, свое, как бы, даже отношение, есть немного, то есть, я считаю, что демонстрировать свое отношение к каким-либо меньшинствам, это уж лишнее просто как-то, ну, это нарываться вот на этих, на которые вот, из старых традиций, да, ну, это вопрос не отношения к сексуальным меньшинствам, это вопрос к тому, что как-то относишься к тем, кто нарывается. Одни на других, не на тебя, а вот ты смотришь, одни на других нарываются, а зачем? Ну, зачем? Это обязательно, что ли? Как я лично отношусь к человеку, если я узнаю, что она лесбиянка, или он гей, и я буду с ними общаться, да, ну, как сказать, если, ведь дело в том, что если я, допустим, дружу с человеком, да, и он гей, то есть, наверное, я, если бы, узнал бы после того, как я с ним подружился, что он гей, то, наверное, если бы это повлияло на дружбу, я бы потерял больше, чем, вот, гей, не гей, какая разница? Дружба-то больше, значит, чем гей, не гей. Это же не имеет отношения лично ко мне, вот, я бы надеялся, да, что не имел отношения. То есть, дружба, это дружба, любовное отношение, любовное отношение. Опять же, кто мух от котлет умеет отделять, тому нет проблем. Вот ты дружишь с человеком, ну, дружишь ты с человеком, да, а при чем тот гей, не гей, он, что, к тебе это все применяет. Как я отношусь, как я об этом сужу в физиологическом смысле, проблемы есть. И так как это природное явление, то, соответственно, и физиология человека подстроилась под, под эти, так сказать, девиации этой шкалы. То есть, мужчины могут быть с мужчинами и даже как-то там что-то осуществлять, да, в сексуальном плане. И женщины могут с женщинами тоже что-то осуществлять, но, я бы сказал, опять же, надо понимать, что самое главное осуществление здесь. Вот у нас тут все, в итоге все приходит сюда, в итоге все срабатывает здесь. Все физиологические вещи. Можно вообще ни пальцем не пошевельнуть вообще в жизни. И вот с женщиной живешь, женился, любишь ты женщину, ты любишь ее очень сильно. Ты с ней не женился, ты с ней в постели можешь быть ровно столько раз, сколько нужно для зачатия твоих детей. Не обязательно, ну, природа так сделала, что вот вместо хвостов павлини и хвостов у нас секс. секса у людей. Такого нет, наверное, у приматов, кроме как у людей. Еще, по-моему, там у каких-то там есть обезьян тоже много. Но в основном в животном мире это то есть там более экономно. Опять же, почему? Потому что у людей есть такая возможность, у людей просто, ну как, люди научились охотничать, научились садоводству и так далее. У них появился избыток всего и у них времени избыток, ну, относительно избыток, поэтому у них появилась такая возможность тратить время свою и энергию на это дело. Потому что, ну, это все очень сложно, потому что оно играет опять же какую-то роль, очень важную. О многом я, наверное, не сказал, да, ну, да, есть у меня статья на проза.ру автор васна с латинскими, как раз касательно всех этих извращений, там, всех этих, там, ну, неизвращений, ну, кому извращений, кому неизвращений, там, короче, всех этих вещей. И там определенная статистика приведена, ну, что еще сказать можно? Вопросы сложные, конечно. И вот, да, вот, все крутит. Кстати, вот, насчет оценки. Оценка, оценку, есть такая поговорка, смеется тот, кто смеется последним. В природе у нас оценку делает, вот, было бы две планеты. На одной планете были бы геи, там, было бы там, лесбисты, все там, а на другой нет. Там как-то, как-то так, вот без этого, поменьше. И вот, допустим, эта цивилизация погибла, в которой вот нету этих извращений. Там чисто мужик и баба, мужик и баба, все. А здесь бы вот, эта цивилизация бы выжила. Кто дал оценку? Оценку дало выживание. Оценку дает только последний момент. Оценку мы не сейчас даем, исходя из вот нынешнего момента. Оценку даст будущее. То есть, если чеченский народ изменится, подстроится на нынешнее время, а мы все меняемся, он изменится соответствующим образом, сохранив вот свою традицию, то я скажу, значит, все нормально у них там. В то же время, если Европа тоже не погибнет, и какой-то там народ в Европе, где расцветает это дело, я не знаю, я не знаю, и тоже этот народ, так сказать, не меньше приумножится, я скажу, ну и они правы, и эти-то, кстати, и эти. То есть, для меня нет вопроса вообще никакого. Ну нет, я только наблюдаю, я только наблюдаю, и чему-то меня это учит, это наблюдение. Вот над этим. Есть какие-то аналогии, нахожу в других сферах. Что еще сказать можно? Ну, а наблюдать надо все, поэтому я изучаю все, мне все интересно, и даже исходя из этого, я бы не прервал бы дружбу, если бы узнал бы, что человек гей или лесбиянка, или что-то еще. Но, с другой стороны, конечно, они более подвержены заразам всяким. Опять же говорю, то, что это же все-таки не основная линия продолжения рода человеческого. Это боковая, это побочная, это как вот автомобиль, гоночный автомобиль, у него какой-то спойлер есть, который его прижимает или не прижимает. Ты убери этот элемент, и сильно не изменится. То есть, как сказать, это не обязательно, это не критичный, я бы сказал, элемент. Если бы он стал критичным элементом, то я думаю, что будущие книги и будущие Библии, наоборот, бы возвысили это все, и сказала бы, без этого бы человечество не выжило бы. это критичный элемент. Седьмой элемент. Я считаю, что это богатство природы, которое дает нам Аллах или Бог, или что. То есть, ну как, люди превозносятся над Аллахом, над Богом, они считают, что они могут быть судьями окончательными. Нет? Нет. А люди слишком высокого о себе мнения и слишком они примитивные. Ну ладно, я не знаю, мне нужны, наверное, конкретные какие-то вопросы, чтобы я, наверное, какие-то конкретные вещи объяснил. Я вообще для себя вопросов тут не вижу, честно говоря. Когда-то у меня были какие-то вопросы, сейчас вообще никаких вопросов нет. Я просто вижу картину. Вот я вижу эту картину, и все. Я не бултыхаюсь в какой-то там, не знаю, в каком-то вопросе. когда его просто нет. Просто нет вопросов для меня. Ну вот так существует мир, вот так существует живое все. И не устаю удивляться животному миру, многообразие животного всего мира. А мы относимся к животным все-таки. Мы живые же, да? Да? Мы же относимся к животным. Но! Но! Вот все здесь. Я у себя в жизни испытал такое, когда, допустим, я любил девушку, и мне хватало, ну, не дошло до того, чтобы вместе мы встречались, гуляли, ходили, но когда я был в нее влюблен, мне хватало просто думать о ней. Вот. Так, ну ладно. Если нет у меня, то, кстати, что-то интересного, что-то такое потирующего, что-то такое, чтобы прям побольше лайков, больше просмотров, ну, я не знаю. Не знаю, не знаю. Пожелаю всем побольше любви, побольше красоты. Не зависимо ни от чего. Не зависимо ни от чего. Ну, а там, дай Бог, значит, сохрани нас Господь и Аллах там и все такое. Вот. Нуын, я знаю, Ну, ں. Продолжение следует...